Итак, теперь хуситы атакуют корабли, которые, по их мнению, поддерживают Израиль. Йеменские хуситы. И мы, Соединённые Штаты, пытаемся атаковать их в ответ. Так что теперь российские корабли вошли в Красное море. Во вторник российские СМИ сообщили, что группа боевых кораблей из российского Тихоокеанского флота вошла в Красное море через Бабальмандепский пролив. На этой территории также полно кораблей западного флота, находящихся там с целью защиты коммерческих судов от ракетных атак, поддерживаемых Ираном йеменских хуситов. Группа российских кораблей включает в себя ракетный крейсер, а давайте-ка вспомним, каким образом у Ирана появилось его нынешнее правительство. Почему у них вообще установилась эта теократия? Ведь у них раньше была демократия, но в 1953-м ЦРУ её свергло. Свергло Мохаммеда. Почему? Потому что он хотел, чтобы нефть принадлежала народу. Вот почему. А потом мы поставили эту марионетку ненавидимого всеми диктатора, называющего себя Шахом. Через 20 лет произошла революция, и таким образом мы получили Аэталу Хамьяни. Российская группа бла-бла-бла-бла-бла, не вдаваясь в подробности, кроме сообщения, что корабли пришли из Оденского залива, где проводили учения различных сценариев противодействия условному противнику. Российское новостное агентство ТАСС, цитируя российскую пресс-службу Тихоокеанского флота, сообщает, что российские корабли выполняли поставленные задачи в рамках дальнего морского похода. Напряжение в регионе с начала года только росло... С тех пор, как Хуситы усилили свои атаки по коммерческим судам, пересекающим Бабль-Мандепский пролив, по пути в Красное море и обратно, что вынудило многих судовладельцев и операторов отказаться от маршрута Суэцкий канал, Красное море при перевозке товаров из Европы в Азию и обратно. На этой неделе силы Хуситов атаковали танкер, принадлежащий компании, расположенной в Гонконге, сообщило Центральное командование США, назвав корабль китайским. Центраком заявил, что Хуангпу, плавающий под панамским флагом, был в субботу атакован пятью противокрапельными ракетами, так что это всё новости, которые нам сообщают американские военные. Судно послало сигнал бедствия, но не просьбу о помощи. Что? Это сообщил Военно-морской институт США, цитируя Центральное командование. Из-за проблем, возникших из этих атак, суда теперь вынуждены двигаться между Азией и Европой по более длинному маршруту через Африку, что увеличивает спрос на нефть и ведёт к сокращению складских запасов. Эй, а вот ещё статья по этой же тематике. Путин угрожает атаковать западные авиабазы, где расположены украинские F-16. Правда, это на самом деле? На этой неделе президент России Владимир Путин посетил авиабазу «Торжок» в Твери, где находится 344-й тренировочный центр российских военных пилотов. И многие из этих авиаторов, скорее всего, будут направлены на выполнение миссии на Украине. В своём обращении к пилотам Путин также высказался по поводу обвинений со стороны западных лидеров в том, что он намеревается расширить войну на Украине и атаковать НАТО и другие европейские страны. Он назвал всё это бредом, потому что это бред. Но он также предостерёг Запад по поводу сделанных в США F-16. Он сказал, что сателлитам США в Восточной Европе, например, Польши, не стоит бояться... П... Путин... Это всё их теория эффекта домино. Они постоянно о ней говорят. Если мы не остановим коммунистов во Вьетнаме, то они захватят всю Азию, а потом дойдут и до нас. Это теория домино. Они постоянно про неё говорят. И вот опять то же самое. Если Путин справится с Украиной, то потом он пойдёт на Польшу, потом пойдёт на Германию и... Кстати... Это неправда. Заявление, что после Украины мы нападём на Европу, это бред и запугивание своего населения для того, чтобы выбить из него побольше денег. И это именно так. Они пугают людей тем, что Россия собирается напасть на Европу, чтобы заставить людей выделить побольше денег для отправки на военно-промышленный комплекс Украины. Вот что это всё такое. Европейские страны также собираются увеличить финансирование своего оборонного сектора, особенно после двух лет поставки вооружения на Украину, что серьёзно истощило их собственные запасы. Политика также цитирует Путина, где он говорит, что вероятность нападения на другие страны, вроде Польши, Чехии, стран Балтики, это просто страшилки и бред. И что у России нет никаких агрессивных намерений в отношении этих стран. Далее, в своей речи президент России напомнил, что специальная военная операция на Украине была начата из-за необходимости защиты наших людей на наших исторических землях. То есть русских, русскоязычного населения на Донбассе. В отношении НАТО он заявил, что они уже добрались до наших границ. НАТО добрались до наших границ. Это мы, что ли, переплыли океан и встали у границ Соединённых Штатов? Нет, это они пришли к нам, и они подошли уже слишком близко. Путин также высказался по поводу сообщений разных стран, что в Киев скоро поступит первая партия истребителей F-16. По его словам, приведённым в Евроньюз, на той же встрече он предостерёг западных союзников Украины от предоставления авиабаз своих стран, откуда F-16 смогут совершать свои вылеты против кремлёвских войск. Он заявил, что эти базы станут законной целью. Так что, если вы находитесь на военной базе своей страны, и вы разрешите этим F-16 находиться на ваших военных базах в вашей стране, а потом взлететь с этой военной базы в вашей стране и атаковать Россию, то Россия сказала, что тогда эти военные базы станут законной целью. И знаете почему? Потому что во время войны так и должно быть. Военные аналитики утверждают, что прибытие, возможно, дюжины F-16 не особо изменит ситуацию, хотя украинские власти радуются их прибытию как возможности противопоставить что-то российскому доминированию в воздухе. Путин же настаивает, что F-16 не изменит ситуацию на поле боя. Именно это он и пообещал в своем обращении к пилотам и инструкторам. Мы уничтожим их самолеты, так же, как уничтожили их танки, бронемашины и другую технику, включая множество пусковых установок. И он даже пошел дальше в своих угрозах, дав понять, что будут атакованы так же и базы в странах Запада. То есть вы хотите сказать, что если страны Запада начнут атаковать Россию, то он начнет атаковать их военные базы? Что, правда? Еще с прошлого лета Кремль не раз упоминал, что F-16 могут нести тактические ядерные заряды, которыми обладают некоторые страны НАТО. Например, еще тогда министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что Москва не может игнорировать ядерную угрозу, исходящую от американских F-16, которые могут быть поставлены на Украину их западными союзниками. Он даже заявил, что это будет восприниматься как угроза ядерным оружием со стороны Запада. Вот и вся картина. Соединенные Штаты и НАТО разгоняют ядерную тематику против страны, которая неоднократно предлагала мирные переговоры на условиях, выгодных для Украины. Но Украина не хочет этих переговоров. И Россия не нападает на другие страны. Она не находится у границ Соединенных Штатов. Она не идет к границам Польши или Западной Германии. Она... Еще раз, Соединенные Штаты — это террорист. НАТО — это террористическая организация, которая никак не связана с безопасностью или защитой. Что ж, мы живем во времена, о которых предупреждал Эзенхауэр, когда говорил «остерегайтесь растущего влияния военно-промышленного комплекса». Вот к чему все это привело. Вот почему у нас повсюду войны. А люди в Америке хотят, чтобы все эти войны закончились. Им не нужны эти войны. Но неважно, чего вы хотите. Мы живем не в демократии. Мы живем при олигархате. И люди, желающие войн, владеют и Конгрессом, и президентом. Если вы считаете, что президент Байден принимает хоть какие-то решения, то вы настолько же невменяемы, как и он. Ему говорят, что делать. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин